Здравствуйте вам уважаемые подписчики и зрители канала меня зовут Никита мы продолжаем прохождение Dragon Age Origins Морриган еще с прошлой серии у нас нераспределенные очки опыта давайте это оплотность исправим а именно магия и телосложение магия и телосложение теперь нам наконец-то становится доступным в юга и теперь мы сможем даже использовать совместно в югу и тут электрическую бурю и вдобавок ко всему еще и цепь молнии правда это все будет занимать некоторое время и надо быть к этому внимательными и аккуратно как-то вот так вот у нас все но мы тем временем пробираемся и продолжаем пробираться через пещеры через огромные залы тут даже не просто храма целого храмового комплекса целые туннели здесь огромные проложены несмотря на то что куча завалов все равно пробиваться есть куда потому что самое интересное если разработчики не самым лучшим образом обработали многие наземные локации то все что находится под землей в каких-то строениях где-то там на отшибе на выносе то все это очень огромно очень красиво и очень здорово проработано в итоге получается великолепные локации на которые любо дорого смотреть но может быть не так любо дорого как лет пять назад но тем не менее удовольствие все еще огромное испытываешь так у нас тем временем там еще гости и давайте мы этих гостей подготовимся встречать при этом подготавливаться мы будем вот таким образом стэн сюда мы сюда я тебе нужен ли она мне нужна извини уже дружище во всех отношениях больше нам нужна лилиана нежели ты ладно это все глупости давайте одна ловушка не будем близко потому что я чувствую что они еще пол шага вперед и они на нас реагируют чего мне очень сильно не хотелось капкан капкан потому что интересно эти капканы действуют как будто бы на площади то есть не как капкана как ловушка что мало странно ну ладно такую страны у нас такая страна у нас ловушка малая грязевая ловушка да тоже нам нужна нужно что противник сюда по противник сюда попались и даже чем больше тем лучше и по итогам получили большой нанесенный по себе урон плюсом после этого большую осколку лучную ловушку наверное где-то этого нам должно будет хватить как мне кажется если что мы еще можем использовать тут и я да у нас есть и бутылки различные там бомбы все это у нас есть ну что ж мориган ход теперь за тобой а именно наложение снежной бури накладываем мы ее где-то давайте посмотрим приблизительно вот таким вот образом потому что в любом случае на нас противники попрутся так они нас еще не видят это очень здорово потому что это раз потому что сразу же это два с как ни крути так отлично буря сработало и назад 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 берем теперь мы здесь пожалуйста все встали святочили ждем готовимся так 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 а только там большая осколочная ловушка давайте чтобы не зацепила отлично все сработало все сработало более того на ура и мы теперь готовимся действительно встречать противника благо это оказывается на данный момент уже гораздо легче сделать мориган где-то милая потяни сюда пожалуйста и быстренько сейчас заморозь уже оставшихся в живых а я ей успеть бы морриган морриган успей успей успел умничка успела щабо нам она жахнула щабо нам точно чем-то жахнул и мне бы это совершенно точно не понравилось стенд дружище давай ты вот этого парня да ты там уже и сам так сектант маг еще один остался давайте его ой 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 да надо бы покончить морриган пожалуйста не успели мы нифига покончить давайте все сюда а все действия прекратили кстати заметьте он успел морриган раньше ровно то же самое на нее наложил силовое поле а или может быть мы его на себя наложили случайно нет скорее всего мы его на себя наложили по ошибке еще думаю вроде бы она быстро срабатывает морриган должна была успеть ну ладно получилось забавно мы хотя бы морриган сохранили тоже жизни здоровье однако это не все и опять широкая зала опять здесь расходится во все стороны наши пути и ловушки кстати оказываются вполне себе годными где нужно дракона давайте привлечем его внимание за счет за счет морриган за счет морриган и критический удар вы посмотрите в каком количестве проходит здорово давайте оттягиваемся чуть чуть назад что прикажешь а теперь морозим всю эту вот 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 сейчас еще и не только буду морозить еще будем ее электризировать так где наш дракона слег ты дружище раз два три три да вот пока замахнется стен к примеру замахнется и ударит один раз мы успеваем уже наложить порчу язвимости ледяную хватку а потом еще и когда замедляется там противник ему еще и молнии жахнуть конечно бойцы с двуручным в этом плане несколько тяжелые самое обидное когда он там замахивается 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 сомбаца начинает мазать это конечно самое веселое так лилиана у нас переключилась на ближнее оружие давай-ка на стрелковая дальняя во первых мы тут проверяем нет ли ловушек нигде стоили так тихо 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 морриган прошу прощения случайно жалли эту кнопку давайте с лилианой вдвоем морриган пока пока сектант потрошитель до нас дойдет мы его уже и остановим так и он допустим упрокинул но это не беда в действительности да вот так вот как-то незамысловато получилось он там стоял один в сторонке один-одинешенек у скотт не сюда пригоняли скотт вроде бы высокогорье откуда у них столько скота для драконов то тем паче ахрень ты ты это ж охренеть да тут целое стадо не самое большое но реально стадо то есть для такой деревушки я бы сказал что это нереальное стадо с учетом того что находится в горах с плохой раз соскудной очень растительность откуда у них здесь столько скота я не знаю только это если закупаться откуда его перевозить но тут опять же с логистикой целая проблема завести их в храм так высоко потому что ну не гораздо их проще все-таки сюда завести нежели уже туши таскать одно дело оно все само дойдет другое дело тебе придется с этим заморачиваться и что самое главное непонятно куда ведет нас дорога какая дорога точнее куда нас ведет где полноценный проход а где лишь карман небольшой ладно давайте сначала пойдем направо посмотрим что здесь а потом удостоверимся что мы пошли не туда и пойдем потом куда нужно так бывает мы куда-то там вроде по направо увиливаем но надеюсь что мы выбрали карман сейчас что мы выбрали правильную дорогу не идем помню это место ребята помню 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 сейчас нам придется тяжко сразу говорю ну по крайне раньше было тяжко но я почему-то догадываюсь что и сейчас будет куча драконьих нечистот козы свиньи замечательно сейчас нам будет весело ребят я вам гарантирую не помню только с какого именно момента но а вот 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 и момент подоспел надо было наверное все таки сзади поставить себе эти я не знаю откуда они до могли прийти с учетом того что единственный проход но наверное они где-то слились с камнями и мы их неосмотрительности не узрели что мы делаем мы одного дракона сразу блокируем без вариантов кстати среднего чтобы этот не мог пройти свободно потом их морозим да лилиана ой лилиан морган умница потом подтягиваемся все 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 дружные компании цепь молний ой ой блин прервали не надо было так близко подходить все таки опасные твари как ни крути что мы можем сделать как бы их наверное никак так просто это сделать не получится мориган мориган давай давай умничка давай 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 моригант какого художника они же не прерывали твое заклинание давай 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 цепная молния вот то что нам нужно хорошо минус один дракон нужно минус второй можем мы его вот так вот сейчас поймать ужас на него наложить нет по всей видимости не можем к этому он иммунен кодекс обновлен что это развитие драконов драконы самцы никогда не вырастают в крылатых чудовищ знакомых нам по легендам обычно у них на передних лапах вырастают рудиментарные отростки на том месте где должна быть перепонка достигнув полной зрелости самцы немедленно отправляются на поиски взрослых самок найдя подходящее гнездо самец переселяется туда и остается самкой на всю жизнь находится для самки и защищает ее детенышей драконы яростно защищают свои гнезда многие претенденты на звание охотников за драконами были погублены их огненным дыханием и сокрушительными ударами хвоста драконы самки созревают куда дольше чем самцы в юности они тоже переживают своеобразные металлорфозы но если самцы утрачивают возможность использовать передние лапы то у самок вырастает третья пара конечностей которые развиваются в крылья молодые самки совершают дальние перелеты в поисках подходящего места для гнезда из-за таких кочевых привычек обитатели земли чаще всего видят в небе именно молодых самок драконов достигшая полной зрелости самка дракона называется высшим драконом это знаменитые чудовища о которых слагают легенды речайшие представители драконьего племени эти драконы устраивают огромное логовище поскольку им необходимо разместить многочисленных самцов яйца и детенышей но это мы уже читали про высших дракон и драконов а вот про развитие нам еще не было многого известно так стэн стэн я думаю кто на себя весь урон принимает оказывается этот здравяк живи дружище ой 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 так нет не то хорошо но не то действительно хорошо но действительно не то стэн выжил 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 хорошо умничка красовольчик просто еще и дракона одного завали здорово и это вот мы как остановим чем чем мы его становим да никак и ничем боюсь что уже душные ребята но хорошо что мы их успели здесь заловить именно в этом узком проеме если бы они успели разойтись дальше нам пришло бы конец чешуя дракона в инвентарь заполнен да вы шутите ребят сколько можно что мы там еще не использовали чтобы можно было бы потратить прямо так наверняка уверенно давайте на себя каменный бальзам что ли примем и так надо его принять куда-нибудь сюда на себя так все кольца мы уже использовали да они уже все на нас где там каменный бальзам хорошо сейчас используем медовуха белый срез древняя карта империи секреты драконьей крови диванские кожаные ботинки помык все равно за две копейки продадим давайте мы их лучше уничтожим чтобы почем зря с собой не таскать или тоже дешевая вещь и прибавит он не так-то много в отношениях ну ладно гранат тоже не самый о чистой бумаги давайте избавимся уничтожить вот так вот сейчас соберем драконью чешую новое задание доспехи из драконьей чешуи мастер вейт из торгового квартала донорима может изготовить великолепные доспехи если ты дашь ему достаточное количество чешуи и он явно не проще поработать здорово слушайте чешуя дракона еще и еще столько чешуи дракона это крайне здорово обязательно попытаемся из него создать себе наиболее достойные доспехи каменная статуэтка воина маленькая каменная фигурка человеческого человека подобного воина может быть алистерп она понравится или даже стену как знать хотя ту же отношения тяжело насчет подарков улучшать самых обычных потому что когда мы их там кучу уже надарили каждый следующий подарок улучшает отношения лишь на единицу так но этот с этим скотом мы ничего не можем делать самое главное что мы сейчас выбрали правильную дорогу и в кармашек этот заглянули отлично тогда не придется больше возвращаться назад ну именно таким образом будем знать что у нас все тут зачищены это на самом деле очень круто давайте сохраниться не забудем и отправимся дальше а драконе чешуя они слушайте она не не складируется все в одно но по моему на как раз суммируется то есть три чешуйки значит три места в инвентаре занимает так вот она так тихо сектант маг не люблю сектантов особенно магов чем мага в особенности не люблю когда они против нас угны шахты приятно а вы откуда вы то мать вашу откуда сектанты убийцы точнее самоубивцы так конус холода расы и полегче полегче девчина полегче полегче благо у мурриган есть конечно чем защититься практически на все случаи жизни но тем не менее надо быть все таки аккуратнее нужно еще вдобавок поддержка и помощь стенд давай-ка вот эту да то сейчас используем большую аптечку лишнее обычную аптечку ах ты еще одного посмотрите-ка давай стенд бах зараза еще устойчивость наблюдается да вы обалдели вы реально обалдели так но и тут мы хоть до сих пор даже эту не закончили вы издеваетесь не издеваются мы ее не уронили да какие сушки реально сильные девчины по крайней мере против наших слабых девушек такими они и приходится будь ты повнимательнее этого бы не случилось ну что правда то правда из этого ухты зажигательная смазка это интересно зажигательная смазка такая зажигательная что мы можем точно каменный бальзам теперь мы возьмем зажигательную смазку каменный бальзам действует о две минуты неплохо может быть успеем еще на кого-нибудь нарваться и будем даже специально нарываться тем временем мориган морган 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 давай использую аптечку да это то что нужно так у нас тут какой-то кармашек свеж ну что ж так медленно-то совершенно небольшой тем не менее кармашек имеется я не знаю является это основной ли центральной дорогой или не является но давайте сюда за слушайте нифига себе насколько мы медленно начинаем двигаться я сразу то не понял я не думал что прям настолько у нас замедляет нам там брони вроде целую кучу дает 28 а так интересно насколько что еще не очень здорово продумано было на тот момент это то что не детализируется за счет чего допустим мы получаем броню что допустим дает бонусу того или иного доспеха то есть это было бы конечно гораздо приятнее оценивать зная такие детали так по всей видимости там заканчивается пещеры и наверное это основной ход как я догадываюсь поэтому о кстати хороший вариант я думаю мы все будем тогда в любом случае с одной скоростью двигаться как ни крути и передвигаться так будем все-таки чуть-чуть побыстрее поэтому давайте даже не так лилиана давай-ка ты впереди кажется мы движемся вверх наружу на поверхность гор то есть мы все-таки не туда до движемся там наверное основное направление ладно давайте тогда заглянем в тот кармашек я уж подумал что как раз то место является местом самой главной встречи но нет но нет стан ничего здесь не видишь не слышишь не чуешь а вон вон кто то есть реально просто дырка и опять какие-то помещения там потрошитель человек хорошо хоть человек люди-человеки их тут много людей человеков давайте мы поступим сейчас по старинке не будем ничего выдумывать они не так ребятки сюда да еще как милая иди видим впереди мы сейчас свои будем ловушки ставить особенно есть ты будешь достаточно умелая в их постановке раз что-нибудь такое что у нас чего нас мало могла малую грязевую ловушку уже использовали полностью что еще мы можем давайте что ли мало и осколочные ловушки задействовать с этой стороны тоже натянута но этого стоило ожидать как раз по обеим сторонам противники с надеждой на то что мы на них помчимся и будем яростно умирать но они в этом плане ошиблись мы их заставим яростно не получится прям яростно и с полной подготовкой к сожалению все таки они нас заметили за моей неаккуратностью и давайте наложим безобразие сюда хотя среагировали кстати не они ну давайте их заодно привлечем вот таким вот невзмысловатым образом морган плюсом накладывает еще одно сюда мы все мы все участвуем именно здесь лилиана участвует вот таким вот образом прошу прощения так вот хотя нет вот теперь стоять точно теперь стоит совершенно точно стоим стоим не дергаемся морриган морриган милая пожалуйста сектант маг должен более жить ой 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 как неприятно то бросила но мир ее праху теперь чо так давайте уйдем чуть ниже потому что мне не нравится здесь стоять вот совсем не нравится хоть и победа так у лилианы что наблюдается раздробленная рука штраф к урону и штраф к защите не годится давайте тоже выпьем две наверно мелких целей этих в аптечке так будет лучше теперь пойдем своим пешком дальше да тебе это тебе нравится эта растяжка детка интересно кстати чтобы они делали хотя честно говоря выяснять я не буду я уже помнится мне как-то раньше на них напарывался и приятного было мало прямо таки скажем гравированный серебряный кубок точнее гравированный глядя мазя чего бы нам теперь-то можно конечно его здесь оставить и ничего страшного в этом не произойдет наверное было бы правильнее казаться от чего-нибудь еще будь бы склянки можно было бы действительно совершенно ненужных там чего-нибудь отказаться что-нибудь насоздавать смоногня гремучая бомба 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 но у нас минимум две бомбы и мы их специально покупали не уж то мы будем теперь специально продавать экстракт из корня смерти тоже по моему относительно дорогая вещица гремучая ловушка ты еб нам где-нибудь как нибудь поставить мою тоже кстати покупали фемиам насторожность пламена руна мастера подмастерия руна подмастерия давайте что ли подарки раздавать а именно слушайте гранат он пом один из самых дешевых за исключением там этого по моему нефрита если я ничего не путаю этим он лучше гранат сейчас уничтожим и еще вдобавок ко всему сейчас раздадим l весь и или мы наверное отдадим как это ни странно и не чудно звучит и выглядит вот таким вот образом и теперь у нас место сушитель каждая кружка или занимала отдельное место и уху-ху кто бы мог подумать шлем из красной стали руна подмастерия паралич хорошая вещица и здесь клёпаные кожаные ботинки побольше бы вещей не уникальных то есть не каждая отдельная вещица который бы занимал место а чё-нибудь уже пополнение типа там даже целебных припарок я бы им был бы рад интересно куда нас эта дорога ведет если то нас ведет по основному направлению по выходу из пещер куда же мы идем сейчас интересно я даже не знаю так нет это у нас основное направление а куда же мы колго рим колго рим колго рим давайте ребят все таки вернемся потому что не хочу ничего за собой оставлять там был выход наверх но куда это именно выход что за выход странно я еще подумал то есть здесь идет светильник здесь выход через как ну то есть через уже какое-то здание наверное вот через этот храмовый комплекс мне почему-то и показалось что именно здесь должно логичнее располагаться но там просто мориган произнесла реплику которую я расценил что мы идем по нужному нам направлению то есть мы идем наверх на выход и тут сохранение игры елы пала да чё ж тут такое-то творится с одной стороны за огромный зал охренеть реально огромная зала очень огромная и мы будем поступать опять же ровно так же будем беречь свои силы вроде здесь насчет стоять стоять тихо тихо противники нас не видят давайте сразу что у нас там в первую очередь идет и не помню что у нас там было зажигательная бомба у нас в одном экземпляре у нас там ловушка какая-то была в одном экземпляре нет кислотная вот гремучая гремучая ловушка давайте ее используем вроде не видит не видит не видит не видит не видит это хорошо хорошо есть одна есть другая есть давайте чуть подальше раз капкан и есть наверное даже два капка вот так вот ну и плюс здесь мы еще поставим большую осколочную ловушку в одном экземпляре если они уж сюда доберутся но каким-то там волшебным чудом так у кого дальность больше давайте посмотрим на будущее сейчас запомним себе быстрое слушайте а мы же там лилиане что-то прокачивали нет ну сейчас ловкость точно у нее же ловкость 28 давайте ей дадим нормальный лук нормальный великолепный лук волкобой урон против мертвецов и зверей шанс критический удар на расстоянии и просто давайте а тиманский лук он будет сейчас поинтереснее предыдущего а далейский длинный лук из ели можно нафиг выкидывать хотя вот по моему длинный лук из ели обычный он топовый из доступных нам самых обычных лугов далейский длинный лук дает то же самое только с быстрым прицеливанием ну а тут понимаешь у нас с небольшим еще бонусом и чуть-чуть лучший лук так и давайте смотреть я то собственно говоря брался смотреть именно дистанцию 42 а у мориган 54 ну разница ощутимая 12 метров прости о чем хочешь хочу вот что хочу непонятно с какого расстояния вот немножко непонятно да куда круг идет кого он касается кого нет а не получается да так вот не получается как ни крути ну ладно мы мы не привередливые так вот теперь бегом бегом отсюда нафиг и на самом деле все так а успеешь слушайте давайте мы всех кроме мориган сюда подтянем на этот проход а мориган сейчас попросим этих ребяток стоят что-то застыли может быть у меня на них еще эффект действует отлично отлично вот так вот стоим сам тихо 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 все стоим сектант надзиратель но он никак не реагирует пока что на нас давайте чуть-чуть ближе подойдем ух ты у него еще какой-то магический щит не круто совсем не круто и вон еще ребята мориган у тебя еще буря не восстановилась да но мы не спешим бурю может быть мы потом еще используем давай-ка вот чего лучше учудим тут не так они уже оттуда сейчас уйдут это было тупо это было очень тупо план мужики давайте все все собираемся сюда и бьем их всех без разбора ух как отлично вошло великолепно вошло так а мы можем поразить еще выбран отсюда ведь не можем невосприимчив он еще и рассе выгляд ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой дракон мать вашу так вот это был нас это я не рассчитывал совсем все назад если бы я знал я бы заготовил очень много ловушок очень очень много ловушек Сверх много ловушек. Так, Морриган. Ой-ой, Морриган тут застрял. Это плохо. Это очень плохо. Оглушай, Морриган. Блин, в капкан. Ёлшкин кот, капканы. Как долго, Морриган? Хотя бы ладно, хотя бы оглушить этих успело, но этого недостаточно. Сейчас Морриган погибнет, и у нас беда. У нас большая-пребольшая беда. Блин, если бы я знал, что там Морриган попала с ловушку, я бы, конечно, её там ни в коем случае не оставил. Ну, теперь бы нечего плакаться, ибо плакаться поздно. Да, Морриган, всё. А против детёнышей дракона она могла бы пригодиться, а мы в итоге... Ой-ой, он сюда прибыл, он ещё и телепортируется. Ребята, дела наши дрянь. Придётся сейчас использовать всё подряд. От бутыли с кислотой, зажигательные смеси. Ну нет. Ну да, так он ещё сейчас и до сих пор под своим щитом. Хотя вот это ему наносит урон. Давайте будем пользоваться. Огненная ловушка, это была... Ой, огненная бомба была плохой идеей. Давайте гремучую. И замораживающую бомбу будем использовать. Иначе мы тут нафиг сейчас помрём. Двое драконов. Серьёзных, больших. Большие дядьки против нас. Чего говорить. Отлично. Вот замораживающее это было очень даже кстати. Гремучая туда же пойдёт. Я так полагаю. Отлично. Гремучая вошла как надо. Слушай, парень, а может мы тебе всё-таки наносим? Да, слушайте, мы ему наносим урон. Просто это дополнительное. То ли защита, то ли, может быть, отражающая некие магические эффекты. Чёрт его разберёт. Но факт остаётся фактом. Вот так вот оно и есть. Сейчас. Тякс. И Лилианой теперь отходим. Давайте будем задействовать. Его навыки немного в другом. Так, чё мы делаем с магом? Магом мы оглушаем сейчас в первую очередь. Сегтант надзиратель. Вот только убивать на самом деле я бы не сильно спешил. Есть к тому определённые причины. Пока что драконы стоят и не могут пройти. А как только так сразу они не будут стоять и смогут пройти. Ладно, ладно. Вроде справляемся и даже сможем победить, как мне представляется. Будем стараться. Дыхание создателя. Одного за другим мы-то драконов точно сделаем. Благо они очень-очень толстые. Ой, ой, так, тихо-тихо-тихо. Очень-очень толстые. Это круто. А вот со здоровьем беда. Успеем усыпили буквально в последний момент. Одну зверюку забодали, вторая. Вторая осталась. Блин, ну смотри, гадам. Это был этот фейл. Я даже не ожидал, что такая фигня получится. То есть мало того, что мы сами не подготовили себе отход, так еще против, ух ты, ткач заклинаний и требования боевой маг. Ни хрена себе требования. Ладно, пусть будет. В качестве второго набора оружия. Кто бы мог подумать, что еще и нам вдобавок ловушку поставят. Я, честно говоря, никак мне это в голову не приходило и... Как пожелаешь. Не ожидалось. Да что вы пьете тут? Какого хрена ты пьешь целебную припарку? Точнее, какого хрена мы пьем целебную припарку? Давайте смотреть нашу тактику. Если здоровье больше или... Ай, я идиот. Меньше или равно 10%? Тьфу ты. В любое время, да, это прикольно припарку пить. Яйца дракона. Теперь понятно, почему тут они охраняли их и в чем дело. Можно их сварить и покушать? Хотя нет, наверное, яйца рептилии не очень будут вкусными. Особенно, если там уже детеныши каким-либо образом оформились. Хотя, наверное, тогда и куриные яйца будут невкусными. Я так могу догадываться. Так, ну а здесь у нас вроде бы пусто. Что у нас? Еще дополнительное ответвление. Уж не знаю, куда оно нас выводит, но куда-то выводит совершенно точно. Давайте посмотрим. Ну, прямо-таки скажу, было непросто. И Морриган в последнее время у нас страдает за десятерых. Нужна-нужна. Не волнуйся, в этом плане все в порядке. Ух ты, да тут еще. Это еще не конец, да? Это еще дикодец, бать вашу. Это дикодец. Ну, что будем делать? Давайте. Давайте. Давайте цепь молнии. Кстати, очень неплохой эффект, да? Очень неплохо мы добим. И молния хорошо заходит. И... Ой-ой-ой-ой-ой. И молния хорошо заходит. И не только молния. И стена мы... Ой, блин. Как не вовремя-то устойчивость. Ладно, без стена будем охренеть еще и... Надо высочно опрокидывать. Надо срочно опрокидывать. Лилиана, Морриган, пей. Лилиана и так в хорошем состоянии духа, бодра, как обычно. А вот маг должен упасть на землю. Да как ты с... Ладно, у нас есть другая метода. У нас есть другая метода. Морриган, Морриган, Морриган. Морриган. Мак, раз, два, три. Замечательно. Вот за исключением вот этой вот штуки все было здорово. Хотя нет, 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 нет. Это дольше времени займет. Давай лучше. Вспышка разума. Она вернее спасет жизнь как раз. Фу, ну на этот раз Тен пострадал. Давненько его никто не опрокидывал. Но и с ним тоже. Как говорится, и на старуху найдется проруха. Вот такая проруха объявилась. Драконье яйцо. О, неужели что можем взять? Тут и испытания они какие-то проводили. И чуть ли не в рамке некого поклонения возвели эти самые яйца и драконов. Короче говоря, сектанты очень тут забавные. Ну и текст из кодекса. Первый Мор, часть третья. Ух ты, я не знал. Ладно, это мы тоже как-нибудь прочитаем. Драконье яйцо. Что тут? Пожиратель жизни и серебро. Опять у нас настал тяжелый момент. Зажигательная смазка. Действовать будет недолго. Действовать будет, к сожалению, недолго. Как заклинание требуется боевой маг. Боевых магов у нас сейчас, в принципе, нет. Боевого мага мы, наверное, как-нибудь сможем сделать. Надо только посмотреть, где именно и как именно. Если за нами еще такая возможность осталась, это было бы неплохо. Хотя у нас вроде бы и Морриган неплохо с посохом. Но такое оружие держать в руках тоже неплохо, в принципе. То есть не иметь возможность стрелять издалека, да? Но быть таким боевым магом, быть на коротке, тем паче, что реально Морриган зачастую бьется в очень таких тяжелых условиях. Ух ты, плюс 4 к магической силе. Я так понимаю, не к магии, а к магической силе. Интересно, есть ли между этими значениями какая-либо разница. Ледяной болт, 6 штук, нет, 6 штук их можно задорого продать, кстати. Мертвый герб, вот мы не продали, остался. Нам теперь тут место занимает. Гремучая бомба осталась, аптечка, малая аптечка. Так, давайте подумаем. У Лилианы... Так, у Морригана одно ранение, у Стэна одно ранение. Да, Кадан, да. Да, Кадан, да. Я даже не знаю. Клепаные кожаные ботинки из черненой кожи. Не, клепаные кожаные ботинки из заговоренной, кстати, очень даже неплохи. Где у нас там Лилиана? Да, действительно, хорошие ботинки. А здесь требуется 18 сил, и у нее нету 18 сил, и беда. Ой, беда, беда. Так, что-нибудь, кто-нибудь еще из наших может надеть? Вот колец, жалко, нету колец, я бы надел. Хотя, слушайте, может быть, там какое-то кольцо и есть, на самом деле. Но нет, нет, никакого кольца нету. Вино подарить, Сатуэтка воина, я даже не знаю. Подарите, кому? Восприимчивость повышает к окружающим действиям. Не знаю, зачем это нам. Давайте мы вот что сделаем. Давайте мы избавимся от... От двойных хрустелок мобариев. Потому что мы их, ну, реально не используем. Там, раз в тысячу лет мы берем с собой шарик, и то редко как-то для него что-то делаем. Поэтому избавимся именно от этого предмета, и сейчас возьмем и вытащим из яйца пожиратель жизни. Ну и текст из кодекса, источитель жизни, правда его здесь называют. Никто не знает, откуда взялся этот амулет, известна только легенда. Задолго до того, как золотой город стал черным, жил в империи Тевентер при дворе архонта старый слабый маг. Должность среди магов двора он занимал самую низкую, фонарщика. Его делом зажигать все тысячи свечей и задувать их, когда архонт удалялся ко сну. Все самые влиятельные магистры считали его ничтожеством, но он только ждал своего часа. Как-то раз, когда все магистры империи собрались в парадном зале архонта, фонарщик нанес свой удар. Он запустил в зал мощный огненный смерч, надеясь убить всех собравшихся и захватить власть. Двор состоял из самых могучих магов империи, и они тотчас попытались уничтожить новоявленного узурпатора, но к своему величайшему удивлению обнаружили, что старик превосходит их магической силой. Каждое их заклинание отражалось и магистры гибли один за другим, пока не остались в зале только архонт и фонарщик, сошедшиеся в поединке магии и воли. Архонт заметил, что с каждым заклинанием фонарщик как бы малость усыхает и съеживается, и он стал обрушивать на врага одно заклинание за другим, пока от дворца не остались только груды щебня. От двора только трупы, а от фонарщика золотой амулет. Его архонт сохранил в памяти о том, что предательство может прийти даже с самой, казалось бы, безобидной и неожиданной стороны. Вот такой вот интересный амулетик мы здесь нашли, и интересная история, кстати, которая мне напомнила одну такую незамысловатую вещь. То есть, по сути, сейчас местная, ну даже не то чтобы мифология, ну да, наверное, все-таки правильно мифологии назвать, она вообще очень пересекается с греческой, вот в каком плане. То есть, все события происходили как бы непосредственно в эпоху людей. То есть, была империя Тевентар, и еще тогда, то есть, там, ну сколько-то, короче, в период не такой давний, не более, не знаю, ну тысячи, полутора тысяч лет назад, может быть, двух. И, соответственно, и город был темный, и как бы вот люди сами туда пришли, то есть, как бы я даже не знаю, как правильно выразить свою мысль. Короче, это вот все творилось прямо у нас, и прямо теми же людьми, и прямо людьми, и магистрами из империи, которая существовала, ну я не знаю, существует ли, кстати, она прямо сейчас, ну, по крайней мере, в своем прежнем виде она совершенно точно не существует. Но вот во всем остальном, это вот настолько, знаете, странно и чудно, что вот жили магистры, вот те самые, про которых пишут, про которых сохранилось много записей, и они же вот совершили и прикоснулись к частице какого-то вот такого сверхсущества, создателя так называемого. Это все здорово и интересно, но мы, друзья, давайте на этом моменте сейчас и закончим серию, в следующей мы тогда уже отправимся к, как его там звать-то, к Олгриму, и будем выяснять, что там да как, потому что тут нас еще будет ждать и достаточно непростой для нас разговор. Большое спасибо за внимание, для вас играет и комментирует Никита, увидимся в следующей серии, удачи вам и пока-пока.